ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Романова, который воцарился, и с его воцарением заканчивается польская интервенция, смута, которая долгое время была у нас на земле. Эта смута показала нам и нашу стойкость в вере, любовь к отечеству, к отчизне, и в то же время показала и слабость. Были предательства, было все у нас на Руси. Показала стойкость патриарха Ермогена, святого священномученика, который не побоялся смерти, стоя в вере православной, даже до смерти, стоя на защите своего отечества. Он призвал весь русский народ для того, чтобы народ поднялся и защитил свое отечество от неприятеля, от польской интервенции. У нас на протяжении 300 лет мы жили под их управлением. И жили, слава Богу, как в народе говорят, жили, не тужили. Слава Богу, было все, но мы жили, и Россия была, Российская империя всегда процветала. И экономикой, и мощью, и армией. Что всегда, конечно, было поперек горла костью у неприятелей нашей Родины, у Западной Европы. То же самое сейчас, как бы история вновь повторяется у нас с вами. Было 300 лет назад, и сейчас, посмотрите, опять Россия экономически поднимается. Россия стоит, как в народе говорят, твердо на ногах. Экономика растет, все, слава Богу, вроде казалось бы, что еще. А армия у нас модернизирована. Но опять неспокойно в мире, опять Россия стоит поперек глотки у всех. Опять Запад ополчается на нашу Святую Русь. И вот в это трудное время для России, я считаю, что Святейший Патриарх, как предчувствовал это время, и он упросил нынешнего нашего президента, который тогда еще был президентом, чтобы вот это празднование, событие, конец смутного времени было восстановлено, чтобы народ вспомнил свои корни, вспомнил свои истоки, что он великий русский народ, вспомнил свою культуру, веру предков, не уходил в сторону от веры предков, не уходил западную идеологию мышления о разврате, а вернулся к тому, от чего произошел русский народ, своим корнем, своим истоком, которые все время защищали и оберегали нашу землю. И я благодарен Богу, что по предстательству, молитвам и по благословению Святейшего Патриарха, покойного Руси, у нас установлен День Народного Единства, когда и Церковь, и народ мы едины, мы вместе. И в этот день мы празднуем День Казанской иконы Божьей Матери, на которую молился в свое время и Кутузов, и император Петр I, и великие другие полководцы о даровании победы в трудное время для государства российского над неприятелем. И враг был постромлен, и мы живем с вами под мирным небом, благодарим Бога и благодарим Божьей Матери, что благодаря вот этому образу Казанской Божьей Матери она растерла над нами покров свой, Пресвятая Богородица. В этот знаменательный день, День Народного Единства, я всех вас поздравляю, мои дорогие телезрители, с этим великим праздником, Днем Казанской Божьей Матери, Днем Народного Единства, чтобы покров Божьей Матери всегда был над нашим с вами государством, над всеми нами с вами, и защищал покров Божьей Матери нашу землю от тех неприятелей, от тех бед и несгод. А мы, в свою очередь, должны не забывать Господа, ходить в храм, молиться, вспоминать своих и умерших родственников, и живых, и своих родителей, и за будущее поколение молиться, чтобы Господь даровал мир нашему государству, нашему Отечеству, и мы все жили в мире и благополучии. На этом мы с вами прощаемся, дорогие телезрители, до новых встреч.